Слава Господу! Я хотел бы прочитать из первого послания апостола Павла Коринфянам, 10 глава. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонник, как некоторые из них, о которых написан народ, сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. До сего места 13 стихов. И я хотел бы вместе с вами просто рассмотреть, что здесь говорит апостол Павел, потому что я, читая это место Священного Писания, обратил на первый стих особое внимание, или Бог обратил мое внимание на первый стих, и здесь написано, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Апостол Павел говорит церкви, «Я не хочу, чтобы вы не знали». «Я не хочу, чтобы вы не знали», говорит апостол Павел, «что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море». И он дальше будет говорить о том, что это будет прообразом водного и духовного крещения. Он говорит, «Я не хочу, чтобы вы не знали, что отцы наши все, подобно нам, были крещены в Дух Святой, и подобно нам, как мы сегодня, прообразом является то, что у них происходило водное крещение». Но, смотрите, он говорит, «Они пили одно и то же духовное питье, и пили и ели одну и то же духовную пищу». Мы можем сегодня увидеть, что это так же происходило и с нами, и происходит сегодня. Но он говорит дальше, «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне». Вы знаете, я читал это место Священного Писания, «И Господь обратил особое внимание мое на то, что в пустыне что-то происходило с этими людьми. Что когда пришла пустыня в жизнь этого народа, то то, что они были крещены в облаке и в море, оно обозначило их как-то и для чего-то». Будь добрый, сядь, пожалуйста. Оно обозначило их как-то и для чего-то. Вы понимаете, в этой пустыне эти люди проявились. Сегодня каждый из нас что-то проходит. И он говорит, «Не о многих из них благоволил Бог». Они были поражены в пустыне. Когда человек на своем пути, на своем христианском пути, он попадает в эту пустыню, а в нее попадет абсолютно каждый, если уже не попал. Этот период будет повторяться, вновь и вновь обозначая какие-то внутренние, скрытые моменты твоего внутреннего человека. Какие-то твои недостатки духа, какие-то пороки, может быть, которые на первый взгляд не были явны тебе и мне. Бог будет в этой пустыне, Он будет раскрывать твою сущность и знакомить тебя и меня с самим собой. Он помещает тебя и меня в пустыню, чтобы показать тебе и мне мою сущность. И чтобы ты и я могли, видя это, не унывать, но приложить все старание, чтобы измениться с его помощью. Вы знаете, что интересно? Во всем этом апостол Павел говорит, я не хочу, чтобы вы не знали. Он говорит, и другими словами, я не хочу, чтобы вы не знали, что эта пустыня однозначно придет в твою мою жизнь. Но он говорит, посмотрите на них. В этой пустыне, когда было совсем тяжело, когда было так, что руки опускались, когда было так, что, кажется, совсем нету никаких сил, и слезы застилают взор, этот народ стал обращаться не к Богу. Смотрите, он говорит, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. В этой пустыне, когда было тяжело, когда не хватало веры, когда уныние подсекало просто всякий начаток веры в тебе, не обратись, как они обратились. Он говорит, не будьте так же идолопоклонниками. Не будьте так же идолопоклонниками. Здесь обозначены, знаете, такими тезисными моментами несколько вещей, которые часто происходят в этой пустыне, которые часто происходят в жизни христианина, когда особенно трудно. Когда ты один, вроде народу много, вроде помолишься, ну понимаем, да, учили, говорили, надо читать, да, мы же знаем все, мы же проходили подготовку к водному, многие из нас же учились там в колледжах, в институтах и так далее. Ну да, ведь в пустыне надо особенно молиться. Мы же это все знаем. Ну правда ведь, после водного крещения огонь. Ну мы ведь все знаем, что будет огненное крещение. Мы же все это знаем. Но когда приходит это, вдруг почему-то все забывается. Вдруг почему-то, когда совсем трудно, слово не хочется брать в руки. Ну что-то нужно делать. Ну что-то нужно делать. Нужно молиться. Ты встаешь молиться. И как будто никто тебя не слышит в этой молитве. Ты хочешь с кем-то поговорить. Тебя никто не понимает почему-то. Ну почему так, Господи? Ну почему так, Господи? И он говорит, не будьте идолопоклонниками. В этот момент, в этот самый момент подходит и дьявол, знаете, он все видит. И дьявол, он все знает. И он в этот момент вдруг что-то подменяет. Он что-то дает замену. Он что-то вдруг подкладывает. Он что-то пододвигает то, что кажется тебе приносит какое-то удовлетворение. Что тебе вдруг стало легче. Человек состоит из трех составляющих. Подобно Богу, плоть, дух и тело. И душа. Вы понимаете, в этот момент что-то душевное. Что-то такое, что кажется утешает. Что-то такое кажется, но легче стало. Не будьте так же идолопоклонниками. Я слышал про поеду Ричард, мне понравилось это слово догон Бога. Он приводит такое божество догон. Я смотрел перевод этого слова. Оно переводится дословно как злак. Злак. Божество было такое. Поклонялись идолопоклонству. Было разное во все времена. Но сегодня мы понимаем, мы цивилизованный народ. И уже идолопоклонство, это как таковое. Оно искоренено в принципе. Но сегодня что-то такое является идолом, что кажется обыденным в жизни. Но понимаете, догон это было злак. Это было пшено. Это было то, что связано с жизнью людей. Это может быть что-то такое, что заслоняет Бога. В чем ты находишь удовлетворение, утешение, отвлечение от тех трудностей, в которые ты помещен. Какие-то пришли трудности в жизни. Пришли трудности, что ты ничего не можешь намолиться, что не получаешь благодать, и все это как бы не дает тебе ничего. Тебе кажется. И в этот момент вдруг появляются вещи, которых ты находишь утешение. И ты погружаешься в эти вещи. С головой уходишь в работу. С головой уходишь в какие-то мичуринские дачи из земледелия, еще что-то. Ну нет, это не идол. Это же повседневные вещи. Они же нужны нам. Ну правда ведь нужны. Ну что, работать не надо? Конечно, надо. Ну что, не надо огурцы, что ли, растить на огороде? Ну надо, конечно. Ну что, не надо заниматься укропом, что ли? Ну надо, конечно. Укроп ведь важная вещь. На самом деле. Но к жизни вечной он не имеет никакого отношения в этот момент, когда он отдаляет тебя от твоего Бога, когда в трудные моменты, когда дух твой стеснен в обстоятельствах пустыни, но ты вдруг обращаешься к укропу, ты вдруг обращаешься к земледелию, ты вдруг обращаешься в работу, когда мне было очень трудно. Я нашел утешение в работе. Вы знаете, и каким-то образом работа начала развиваться. Работа начинала приносить плоды, работа начинала плодоносить, давать зарплаты людям, давать зарплаты мне. Работа начинала, просто заняла все мое сознание. Работа развивалась, возрастала, укреплялась и набирала обороты. И все радовались на этой работе. Но внутренний дух стенал в этот момент. Но внутренний дух стенал в этот момент. Он говорит, два зла сделал народ мой. Он говорит, подивитесь ему небеса, содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды, живой оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. В этот момент вдруг появляется что-то такое, что заслоняет тебя от Бога. Что заслоняет меня от Бога и становится идолом. Он говорит, не будьте так же идолопоклонниками. Не станем блудодействовать. Ну, кажется, ну что там уж совсем. Ну да. Ну, особенно к молодежи. В этот момент появляются смс-ки. В этот момент появляются одноклассники. Когда совсем тяжело. Вдруг появляются в Фейсбуке одноклассники и тому подобное. И вдруг в этот момент что-то где-то пописать, написать, что-то рассказать, что-то где-то пообщаться, пофлиртовать, позаигрывать. Вдруг в этот момент, когда совсем тяжело. Ну что вы уж совсем. Я же могу себе это позволить. Мне так тяжело. Ну правда ведь тяжело. Ну правда ведь тяжело. Ну что? Я молился. Я молился, но он не слышит. Я молился. Я плакал, но тишина. Но нету ни слова, ни ответа. В этот момент. Ну правда ведь мне тяжело. Но вы должны меня понять. Здесь появляется, здесь появляется, он говорит, не станем искушать Христа. Я однажды иду и вижу одного проповедника. Я вижу, он выходит из кинотеатра. Я говорю, послушай, звоню ему, ты где находишься? Он говорит, ну вот я по делам ездил. Я потом с ним беседовал. Я говорю, а что ты там делал? Он говорит, я кино смотрел. Там какой-то фильм новый был с голливудским актером. Я говорю, а почему ты так сделал? Он говорит, мне очень тяжело. Мне очень тяжело. Я просто не, ну я искал, как мне отвлечься. Я молюсь, но нету, ну вот тяжело мне. Но я пошел просто отвлечься. Но не станем искушать Христа, говорит Библия. Но что-то такое появляется, что искушает Бога твоего. Что является обманчивым источником. Что является какой-то обманчивой водой. Понимаете, оно не утоляет жажды. Оно не дает тебе выхода. Оно в какой-то момент тебя просто оттягивает во времени, но потом ты приходишь, после этого фильма ты выходишь опять в ту же пустыню. Ты как будто зашел на время в помещение с кондиционером, как будто бы, знаете. Это кажется так. Но вышел и опять зной. И ничего не поменялось. И этот кондиционер, как обманчивый, знаете, этот мираж растаял. И нету ничего. И опять пустыня. И вновь так же все. В этот момент он говорит, не станем искушать Христа. Он говорит, что они погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали. Но почему-то начинает человек роптать. Он в эти моменты говорит, меня не понимают. Они должны мне помочь. Они меня не любят. Мне почему-то пенсию маленькую платят. Или там зарплату маленькую платят. Или детский не выплачут. Или еще что-то такое. Подходит робот. У него это желание всех обвинять почему-то. Но он говорит, что обратись ко мне. Но в этот момент найди выход в Иисусе. В этот момент не ищи замену. Но пойди к Иисусу. Но очень трудно. Но руки опускаются. Но плачешь день за днем. Но нету выхода. Но обратись, свой взор, к Богу твоему. Но не получится по-другому. Но не получится. Да, оно подходит. Да, кажется, это легче. Да, кажется, это быстрее. Да, кажется, это проще. Да, тяжело. Но в этот момент только один источник будет настоящим. Кажется, их много. И каждый предлагает свое. Каждый предлагает свое. Ну, пойди погуляй. Ну, пойди проветрись вечером. Смотри, сколько молодежи. Ну, пойди на огород. У каждого свой возраст. У каждого своя мера. У каждого то, что сегодня как будто бы найдет, он в чем-то утешение. И дьявол, он знает, как подменить. Но Христос предлагает себя. Он предлагает благодать. И в этот момент надо оказаться просто верным. Надо оказаться просто верным. Он говорит, что все это происходило с ними как образа написано. Это описано наставление нам, достигшим последних веков. по всему, кто думает, что он стоит. Берегись, чтобы не упасть. Вы знаете, в этот момент кажется, у меня больше нету сил. У меня больше нету никаких сил. Я молился. Бог видит, что я молился. Я старался. Бог же знает, что я старался. У меня больше нету никаких сил. Но останься верным. Но написано, вас постигло искушение, не иное, как человеческое. Но вот это искушение, в которое Бог знает предел твоих способностей и возможностей. Бог знает твой духовный потенциал. Он знает лучше тебя. Он знает тебя лучше, чем ты сам. Он знает твои способности. Он эту планку поднимает для меня и для тебя только так, сколько ты сможешь взять. Но я не могу. У меня уже все. Последние силы, все руки опускаются. Но он знает точно, сколько ты можешь. Он говорит, вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Но вот в этой пустыне будет настолько жарко, настолько долго, настолько оно будет бесконечно, насколько Бог знает твой и мой потенциал. Слава Господу! Ты понимаешь, в этот момент все изменится. Будь верен. Сегодня останься верен. Сегодня останься верен, завтра все изменится. Завтра вдруг пустыня исчезнет. Это не человеческие мили. Это сегодня пустыня, завтра вдруг дожди и благодать, и сила, и благословение, и духовная новая жизнь, потенциал, и сила служения, благодати, помазания. Но сегодня пустыня. И только ты в своей пустыне, со слезами, в своих слезах, в своем уныне, может быть, и разочаровании, и в пустоте. И что-то кричишь, и стучишь, и плачешь в небо. И слово не читается, и молитвы не идут. Я все время вспоминаю Давида, когда размышляю на эту тему, когда он один находился, и я приводил, мы ездили этот пример. Когда он один находился, вот это вот Саул, и он постоянно за ним гоняется, и все войско там и все эти гоняются за ним, и он уже убежал даже к филистимлянам, за границу убежал. И там, значит, филистимляне вроде с ним как-то вроде нашли контакт, и он с ними пошел на войну, но вдруг и они против него поворачиваются, уходи. Царь был там такой Ахнус, уходи, князья филистимские, против тебя, уходи. Но он с детства помнит, 14 лет этот мальчик, юноша, пастушок, он помнит, как пришел пророк и сказал, я помазываю тебя в царя над Израилем. Он помнит всю свою жизнь, ему 22 года, 21 год, 7 лет он помнит. И в жизни, кроме этого Голиафа, этого подъема, больше ничего не было. Постоянная беготня, постоянно жизнь где-то как-то за счет чего-то, какие-то леса, какие-то пещеры, какие-то ситуации. Выживание. И он помнит то, что когда-то в начале пророк сказал ему, я помазываю тебя в царя над Израилем. Я помазываю тебя в царя. И вот филистимляй. И вот он приходит, пошел с ними на войну, ворачивается в этот секилак, секилак сожжен огнем. Сожжен огнем. Жены уведены в плен. Дома нету. Все сожжено. Читать об этом легко, но давайте попробуем представить, как это было. Ты приходишь домой, дом сожжен. Нету никого из родных, ни детей, никого. Все развалено. И те 600, которые с ним были, они тоже с этим столкнулись. Они шли за ним. Но тут они столкнулись с тем, что он их сказал, пошли за мной, они пошли за ним. Но слушайтесь меня, они пошли. И они пошли, вернулись, и вдруг приходят, и все развалено. Но ты же нам сказал, чтобы мы шли за тобой. Но ты же нам сказал, чтобы мы делали это. Иди сюда. И вот они берут камни, чтобы его убить. Я представляю этого Давида. Что вообще делать в этих обстоятельствах? Когда-то где-то тебе кто-то сказал, что ты будешь царем. Но сегодня ты просто в тупике. И кажется, так будет всегда. И ничего не меняется. И ничего не меняется в этих обстоятельствах. Слезы, плач, молитвы. И все одно. Что же делать? Я думаю, ну я бы побежал, наверное, к тому, от кого я получал часто ответы. От Бога ответы. Давид, ведь ты же получал ответы. Я представился на месте Давида. Я думаю, ну к Самуилу беги. Потом двумя там главами, тремя раньше, я спорил, Самуил умер. Нету Самуила. Нету никого, кто поможет Давиду. Все. Один. Шестьсот взяли и хотят убить. Жен нет. Дома нет. Все сожжено. Вся армия гоняется Израиля за ним. Царь против. Что дальше? И он готов был так жить, понимаете, оставаться верным Богу. Слава Иисусу. За таких людей, которые мы можем брать пример. Он готов был жить так всегда. Сегодня ты и я читая эти строки, мы понимаем, что через два дня Давид станет царем. Что в этой войне, на которую пошли филисимляне, Саул был убит. Мы сегодня читаем. Мы сегодня видим, что через два дня все в жизни Давида изменится. Но он-то этого не знал. Он готов был так жить. Он готов был так жить и оставаться верным своему Богу. И в этих обстоятельствах, когда у нас что-то было делать, он не кинулся паниковать, он не кинулся в истерику. Там написано, и укрепился Давид надеждой на Господа. Слава Богу. И укрепился Давид надеждой на Господа. Когда совсем все опускаются руки. Когда совсем уже ничего не получается. И кажется, небо молчит. И укрепился Давид надеждой на Господа. И пошел. Пойду ли я? Догоню ли я? Догонишь. Отниму ли я? Отнимешь. Два дня. И все изменилось в жизни Давида. Он стал царем. По правде, по-настоящему. С жизни в его пришло царство. Но попробуйте представить хотя бы на минуту, если бы он сломался в этих обстоятельствах жизни. Попробуйте представить. А я хотел бы, чтобы каждый из нас попробовал представить себя в тех обстоятельствах, в которых ты сегодня и я находимся. Может быть, сегодня эта пустыня пришла в твою жизнь. Останься верным. Встань на месте. Укрепись надеждой на Господа. Вознуждайся в Боге твоем. Не обращайся к неверным источникам. Бог выйдет навстречу. И завтра все изменится. Завтра все изменится. Но сегодня Бог испытает тебя. Он даст тебе эту меру. Эту меру, понимаете, эту планку, которую ты точно можешь взять. Но у меня не хватает уже сил. Я больше терпеть это все не могу. Сколько может это длиться? Это бесконечно, бесконечно в моей жизни. Он знает точно, что ты вынесешь это. И еще есть одна особенность у нашего с вами Господа. Даже если, когда у тебя совсем уже колени трясутся, и руки слабеют, и вера ослабевает, и уныние одолевает. Он тихонько-тихонько знает точно, что ты и я, мы возьмем эту планку. Но у него есть еще такое качество. Он подставит тихонько невидимую руку и подсадит меня на эту планку. Слава Господу за это. Аминь. Благодарение Иисусу. Потому что он верен своему слову. Я избрал тебя. И в завете с тобою я. Слава нашему Господу. Он знает, что мы люди. Он знает, что мы возьмем эту планку, но все равно тихонько подсадит. Потому что любит. Но неизменно допустит пустыню, чтобы сформировать. Потому что любит. Слава Господу. Потому сегодня ободриться, может быть, этим словом. Хотя оно как будто бы не ободряющее. Но ободриться этим словом. Господи, я в Твоих руках. Аллилуйя. Я иду Твоим путем. Слава Тебе. Я стою на Твоем пути. На стезях истины и правды Твоей. Аминь. Слава Господу. И хочу жить Тобой, Иисус мой. Я хочу идти Тобой, Бог мой. Я хочу утешаться Тобой, когда все вокруг валится из рук. Я хочу утешаться и наслаждаться общением с Тобой, когда мне кажется, что я не могу даже просто понять двух стихов в Библии. Господи, помоги мне. Остаться верным в этот момент. Веря в то, что завтра все изменится. А сегодня Ты испытаешь меня, проведешь меня и выведешь, как золото, для того, чтобы ввести однажды в вечность. И здесь, на земле, прославить имя Иисуса. Слава Господу. Помолимся Богу. Спасибо. 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 Спасибо.